Всем привет, с вами Полтем. Итак, ребят, сегодня 19 сентября и вышла iOS 13, с чем я хочу вас поздравить. Мы долго ждали это событие, мы снимали просто тучу видео на различные беты и вот, наконец-таки, финал. Давайте поговорим о том, стоит ли обновляться на iOS 13, какие фишки там есть и ради чего тебе стоит реально установить новую систему. В общем, ставив палец вверх, у нас нет рекламы, подписывайся на канал, чтобы быть в курсе всех новостей и погнали смотреть на 13-ю. То, ради чего я ждал iOS 13, это, разумеется, темный режим. Огромное количество людей просто желало увидеть, как телефон будет выглядеть с черным интерфейсом. И вот, наконец-таки, темный режим поможет вам взглянуть на ваш iPhone совершенно по-новому. Он интегрирован во все компоненты системы и продуман таким образом, чтобы элементы интерфейса смотрелись еще выразительней. Темный режим легко включается в пункте управления, также вы можете включить его в настройках яркости и настроить для автоматического включения, например, только ноль. Как говорят, темный режим позволит экономить батарейку на новых устройствах, так как OLED-дисплей и черные цвета равно меньше задействования аккумулятора. Правда это или нет, мы узнаем уже потом на практике. Из-за черной темы сделали динамические обои для светлой и темной темы. Теперь, в зависимости от времени суток, эти обои будут переключаться на темный или светлый режим соответственно. Выглядят реально необычно. Отлично обновили и немного сделали редизайн приложения фото. Теперь здесь более улучшенная организация альбомов на день, месяц или год. В целом, приложение фото выглядит свежо и с темным режимом особенно мне нравится. Также живые снимки и видео начинают автоматически воспроизводиться, когда вы до них переключаетесь. Это добавляет в просмотр контента какую-то динамику. Также появился полноценный фоторедактор. Здесь вы всю вашу стандартную галерею можете немного подредактировать контролем яркости, контрастности, экспозиции и других параметров. Прямиком в приложении фото. Таким образом убивается огромная потребность в каких-то фоторедакторах. Теперь все может стандартная программа. Точно такая же история с видео. Теперь вы можете поворачивать, кадрировать и автоматически улучшать те видеозаписи, которые есть. В стандартном приложении фото. В приложении камера был прокачан портретный режим. Apple сделала так, что теперь камера понимает расстояние до объекта и меняет степень размытия в зависимости от этого. Снимки получаются еще более детальнее и лучше. В iOS 13 все продолжают заботиться о безопасности. Добавили вход с Apple. Теперь удобный и безопасный вход в приложение и на веб-сайты вы можете осуществлять с помощью вашей учетки Apple ID. Это будет безопасный вход на самые разнообразные сайты. Раньше для этого служили Facebook, Google, но теперь Apple планирует их подвинуть. Были прокачаны стандартные карты. Во-первых, улучшилось покрытие и карты стали более детальны. Также теперь вы можете с помощью функции осмотрись отправиться на виртуальную прогулку по городу. Это что-то вроде Street View, только в исполнении Apple. На новой карте вы найдете гораздо больше полезной информации. Если за границей можно ориентироваться на Apple карты, то, к сожалению, в нашей стране можно только потеряться. Siri стала умнее. Теперь она может зачитывать входящие сообщения, и вам больше не придется отрываться от дел, чтобы взять руки iPhone. Приложение команды также прокачивается, добавляется все больше приложений и больше возможностей, так что это становится реально крутым инструментом. Более того, Apple прокачала голосовой движок Siri с помощью нейронных сетей. И в английском языке это действительно хорошо слышно. Голос стал еще более приятный. Если у вас есть AirPods, а именно две пары, то вы можете радоваться. Теперь можно подключить две пары AirPods к одному iPhone и слушать любимую музыку или смотреть фильм вместе с другом. Были очень сильно прокачаны Memoji и в целом их использование. Во-первых, вы теперь можете создавать свои собственные неповторимые Memoji, используя новые варианты причесок, головных уборов, макияжа и пирсинга. Также Memoji автоматически добавляются в наборы стикеров, которые встроены в клавиатуру. И теперь вы их можете использовать в сообщениях, почте и вообще в сторонних приложениях, что многим будет полезно. Также вы можете сами решить, как вас будут видеть друзья. Вы можете выбрать имя, фотографию или даже Memoji, которые будут отображаться на их устройствах при общении с вами. Что реально удобно, появился ввод текста свайпом. Теперь вы можете вводить текст с помощью свайпов, но работает пока что это только на английском языке. Очень надеюсь, что добавят русский или возможно я что-то не так делаю и он уже есть. Если у вас работает свайп на русской раскладке, напишите в комментариях, работает ли. Сделали редизайн приложения напоминания. Теперь программа в большем стиле в целом всей iOS и стала пользоваться удобнее благодаря смарт-спискам, интеллектуальным функциям Siri и другим возможностям. Если вы использовали напоминания на постоянной основе, теперь должно быть легче. В начале октября должны заработать игровой сервис Apple Arcade и TV-сервис Apple TV, где вы сможете смотреть огромное количество TV-передач, сериалов, которые снимаются эксклюзивно Apple. И играть в огромное количество игр, которые будут в Apple Arcade и будут эксклюзивны для iOS. Все сервисы работают по подписке и, конечно, платить или нет, решать вам. Появилось новое окно шаринга, которое сделано более детальнее. Здесь более понятнее, что ли, отправлять файлы. Ну не знаю, на самом-то деле к этому нужно привыкнуть, но когда привыкаете, все становится только быстрее. Если вы уже давно сидите на iOS 13 бета, на любой, то вы понимаете, о чем я. В 2019 году в Safari добавили, наконец-таки, крутую фичу. Теперь вы можете изменить размер текста в браузере, если на какой-то страничке он оказался слишком мелким. И также была добавлена работа с zip-архивами. В iOS 13 теперь не понадобится дополнительного софта, чтобы архивировать или разархивировать файлы из zip. Чуть было не забыло о совсем главных фишках, которые вам точно понравятся. Во-первых, была добавлена поддержка контроллеров от Sony PlayStation 4 и Xbox One. Теперь с их помощью вы можете рубиться в игры из Apple Arcade и в сторонние игрушки. Также добавили новый ползунок громкости, который теперь не перекрывает полезное место на экране. И опять же, играть становится удобнее, так как зона, которая нужна, например, для прицелывания, не перекрывается ползунком громкости. И прокачали пункт управления. Теперь в нем появилась возможность контролировать Wi-Fi сети и Bluetooth. Прямо здесь вы увидите, каким сетям вы подключены. И прямо отсюда вы сможете перейти в настройки Wi-Fi или Bluetooth соответственно. Этого реально сильно не хватало. Касательно производительности. iOS 13 работает еще быстрее, чем iOS 12. И это пишут люди, у которых SE и 6S. Не так давно на канале вы видели видео, которое называлось «Стоит ли обновляться на iOS 13». В этом видео я специально сказал, что на SE и 6S стоит подумать о обновлении. Я получил просто тучу комментариев, где люди писали, что на SE и 6S все отлично с производительностью. Так было сказано специально, чтобы получить точную и четкую, а самое главное честную оценку работы iOS 13 на старых устройствах. Так что, ребят, на старых гаджетах с iOS 13 все хорошо. На новых тем более будет отлично. Так что можете смело обновляться. Чтобы было понятно, Face ID стала работать на 30% быстрее, а приложения открываются до двух раз быстрее. И при этом толком нет лагов. Так что у вас все будет хорошо. По батарее у 13 системы достаточно хорошая оптимизация. Поэтому и аккумулятор у вас будет или на уровне последней iOS 12, с которой вы обновлялись, или, возможно, даже лучше. Зависит от износа батареи. Короче говоря, и по батарее у вас также должно быть все хорошо. Можно не переживать и ставить новую систему. Обновление ставится из настройки обновления ПО в основных, или можно через iTunes, как в старые добрые времена. На этом все, ребят. Если вам понравился обзор, конечно же, оцени его пальцем вверх. Я старался его сделать для тебя и максимально оперативно. Поэтому оценка будет реально хорошим. Спасибо для меня. Также подпишись на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok